Всем привет-привет! Я хочу вам рассказать сегодня реальную историю. Я думаю, из названия вы уже немножко знаете, о чем будет этот ролик. Так вот, мы же обсуждаем, да, мужчин, какие они, и эта история будет о том вообще, от мужчины, как он встречался с женщиной-славянкой, его история знакомства. Итак, мужчина на сайте знакомств увидел фотографию приятную, зашел в профайл, посмотрел, еще больше ему понравилось, потому что на фотографии была очень молодая женщина, возраст был указан, заявлен 35 лет, и такое, знаете, это же приятно, да, когда 35 лет, а выглядит совсем очень молодо, приятные впечатления, да, ой, боже мой, как хорошо выглядит, и посмотрел все параметры, потому что фотография была только лицо, шея, как бы сильно фигуры не было видно, он посмотрел параметры, рост 164, там сколько-то, ну, 164,5, что ли, сантиметра, и все остальные параметры он так прикинул, классно, написал этой женщине, понравилось, и у них завязалась переписка, и он ее пригласил на скайп, и я так думаю, он надеялся уже рассмотреть детально, да, эту женщину, но не тут-то было, забегу сейчас немножко вперед, потому что наряду со скамерами из Ганны, из Сомали, наши женщины тоже успешно пользуются этим трюком, как заклеить пленкой камеру, и вот он ей позвонил на скайп, позвонил на скайп, и картинка была мутная, ты, как бы, я на нее смотрел, вроде бы она, вот по силуэту, по общему, а сильно не разглядишь, и он у нее спросил фигуру, как бы, как посмотреть, ему же интересно было, на фотографиях-то не было фигуры, и она ему сказала, слушай, ну, картинка-то все равно мутная, не переживай, я такая же, как вот параметры указаны, ну, общение приятное, он так подумал, ну, что поделать, наверное, у нее что-то с компьютером, с камерой там, ну, ничего не поделать, и у них продолжалось это, и в один наипрекраснейший день он предложил ей встретиться, предложил этой женщине приехать к нему, встретиться с ним, да, провести вместе там какое-то время, она вначале отказалась, она сказала, что, знаешь, что, дорогой, наверное, лучше ты ко мне приезжай, ну, он объяснил ей, что это, ну, ему сложнее будет находиться в другой стране, он не сможет брать на себя за всю ответственность в силу, вот, незнания русского языка, а поскольку в этой местности, я так предполагаю, ну, и он так предполагал, немногие могли общаться, то есть ему ни такси самостоятельно не заказать там, ни еду где-то в ресторане, ничего, никак, и он ее говорил, она согласилась прилететь к нему, в его страну, с ним встретиться, и настал такой день Х, когда наш жених помчался в аэропорт встречать свою нимфу, ну, тут я могу представить вот это волнение, да, что вот, вот, сейчас приедет женщина такая классная, общение приятное, там, плюс вот эти цифры, наверное, параметров там у него в глазах там щелкали, да, там, все это он представлял, какая она там мечтала, какая она там будет замечательная, ровно до тех пор, пока она к нему не вышла. Конечно, первая мысль, ну, он ее когда увидел, он обомлел, и первая мысль у него как проскочила, что к нему приехал гиппопотам. Почему гиппопотам? Потому что женщина была явно ниже заявленного роста, ну, не больше метра пятидесяти, и все ее параметры были сто тридцать, сто тридцать, сто тридцать, ну, вот так ему на вскидку показалось, да, абсолютно. И это бы тоже еще было бы, видимо, ничего, но если бы она не оказалась еще и старше лет на двадцать той фотографии, которая у нее была в профайле. То есть он просто, ну, выпал в осадок, понимаете? Он смотрел, он понимал, что к нему приехал гиппопотам, старый и пожеванный. И разочарованию, конечно, да, и он это все еще и оплатил, вот это все мероприятие, и забронировал отель для нее. И он все это устраивал, эту встречу, и вот тут приехало вот это чудо к нему примчалось. Конечно, он у нее стал выяснять, как так вообще, почему разница там с фотографией. Она ему там, я так подозреваю, кокетливо объяснила, что, да, это фотография моей дочери, мы очень похожи, ну, а ничего, что дочка там, ну, просто лет на двадцать младше. И вот мне интересно, кто из них в этой ситуации молодец? Получается, что и женщина молодец, да, все-таки она съездила на свидание с иностранцем, и потом по приезду домой, там, если подружки есть, она, наверное, могла бы, я так думаю, рассказать, что, ой, слушайте, приехала, а он мне вообще сразу не понравился, потребовала купить билет домой, не захотела даже вообще рядом стоять, в одном поле рядом с этим женихом. Гадкий. И он молодец, да, встречу организовал, потратил и остался с таким четким, с четкой уверенностью, что больше он знакомится на сайтах знакомств не будет. Ну, оба выигрыша, по сути, да. Так что, вот, знаете, вот я, ну, и до этого, конечно, понимала, но вот эта история еще раз подчеркивает, что чувствовать себя на двадцать лет моложе и быть, это вот совсем разные вещи. Совсем разные вещи. И когда вот мы сбавляем себе возраст, как-то стараемся приукрасить, надо все-таки держать такие какие-то вот границы дозволенного и не перебарщивать, потому что, вот, такое, знаете, приукрашательство до такой степени может сыграть и злую шутку. Может быть, она тоже думала, что, а, ну, что, он же уже влюбился, а вот, оказывается, не влюбился, а действительно просто вот хотел познакомиться и посмотреть, и его вот эта правда жизни отрезвила вот так резко, быстро. Ну, видите, женщина тоже молодец. Она, видимо, понимала, что как бы что-то, но если бы он к ней приехал, он был бы от нее все-таки насколько-то немного зависим, да, и у него было бы, во всяком случае, меньше шансов слинять так быстро, да. Ну, вот, не вышло. Получилось, как получилось. Так что такие ситуации тоже бывают, а бывают и еще веселее. Ну, девчонки, там, кто спрашивал, насколько занижать свой возраст на сайте знакомств, вот я всем говорила и говорю, вот сейчас опять повторюсь, что я свой возраст не занижала, не занижала. Как вы поступите, это будет ваше решение. Я вам в любом случае всем-всем-всем желаю удачи, будьте счастливы, увидимся в следующих видео. Пока-пока. Пока.